Торжественно открыли летний волонтерский лагерь в Михаиловском доме-интернате общего типа для престарелых и инвалидов 12 августа 2019 года. В этот день в уютном и гостеприимном доме собрались друзья и помощники руководителя учреждения и проживающих в нем. Сегодня мы здесь собрались на открытии второго летнего волонтерского лагеря. Очень приятно, что такие лагеря стали уже традицией в нашем районе, ведь волонтеры с удовольствием дарят частичку своего сердца, тепла тем, кто в этом нуждается. Ну и очень приятно, что в этом году к нам присоединились не только волонтеры отряда «Надежда» из первой школы, но и волонтерский отряд «Импульсы» из третьей школы, волонтерский отряд «Родники» из школы номер 2. То есть наши ряды выросли. Да еще сегодня на открытии будут выступать маленькие добровольцы. Поэтому очень приятно. Ну а вообще в прошлом году мы уже работали в волонтерском лагере. И сейчас перелистывая страницы альбома, перелистывая фотографии, мы с удовольствием вспоминаем то время, которое проводилось с нашими бабушками и дедушками. Это полюбившиеся всем дискотеки, спортивные мероприятия, поэтические вечера, песни под гитару. И надеюсь, что в этом году волонтеры также будут активно работать с нашими бабушками и дедушками и подарят им прекрасное настроение, зарядят их бодростью и оптимизмом. Изначально мой проект, с которым я выходила на конкурс «Лидер 21 века», там я сняла второе место, а уже потом мы решили сотрудничать с благотворительным фондом «Старая сфратость». И в том году, первый раз, летом, у нас как раз появился этот волонтерский лагерь. Нам он очень сильно понравился, эта идея бабушки и дедушки зарядились огромным позитивом. И уже это вошло в нашу добрую традицию, и сейчас, уже в 2019 году, лагерь уже работает третий раз. Надеемся, что будет также все продолжаться, и все будет у нас очень отлично. Среди них можно было в этот день увидеть уполномоченного по правам человека в Рязанской области Наталью Епихину, начальнику управления социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталью Бирюлину, председателя Михайловской районной думы Александра Куфельта и членов попечительского совета. Вы знаете, это движение волонтерское имело огромный такой успех в нашей стране, когда миллионы людей влились в это волонтерское движение. Но самое интересное было то, что, кроме того, что мы привыкли к тому, что волонтеры – это молодые люди, учащиеся, студенты, была внесена такая изюминка о создании клубов волонтеров «Серебряный возраст». Это также… Этот клуб был организован практически во всех домах интернатов нашей Рязанской области, я не говорю уже о масштабах России, и в нашем доме-интернате также существует клуб «Серебряные волонтеры». Вы знаете, это оказалось так здорово, что мы даже не ожидали, что будет вот такой успех нашего такого волонтерского движения «Серебряный возраст». В прошлом году наш дом-интернат вошел в национальный проект по системе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. И вот в русле вот этого национального проекта в прошлом году у нас также были организованы летние и зимние волонтерские лагеря, которые зарекомендовали себя только с положительной стороны. Это принесло много положительных эмоций и как самих вот для детей, для ребят, так и для наших проживающих. И вот сегодня мы продолжаем вот эту работу по работе волонтерских лагерей. Сегодня в этом зале пустого нету места, В другом родные лица, куда ни отыдись. Родной наш дом любимый, и все мы вместе скажем, Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Родной наш дом любимый, и все мы вместе скажем, Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да просьбе с каждым летним, Тепло друзей и ласкут, Открыть и дверь из сердца, На встречу улыбнись. Родной наш дом любимый, и все мы вместе скажем, Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Родной наш дом любимый, и все мы вместе скажем, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Особое место в программе открытия лагеря принадлежало добровольцам волонтерских отрядов Михайловского района под руководством Светланы Власовой и Марии Тимониной. Организации досуга, проживающих на время работы волонтерского лагеря, займутся отряды Михайловского района «Надежда» и «Импульс Родники», а также Полина Рябова из города Рязани, Арсения Ефимова, Мария Конькова и волонтеры из группы «Серебряный возраст», представляющие дом-интернат. Приехали на открытие лагеря руководители Елатомского психоневрологического интерната Александр Седов и директор Скопинского дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов Мария Завьялова. Я, знаете, вот когда начали проводить вот эти лагеря у нас, я поняла, что мы, наверное, все знаем, что ой, какая молодежь плохая, ой, как все плохо, и что-то у нас неизвестно, что дальше будет. И вот когда воочию мы встретились, когда стали понимать, что у России конца не будет, когда у нас есть такая молодежь, это значит, нам конца не будет, это точно. Вот такое внимание, такое вот именно со стороны, казалось бы, молодежи свои проблемы, сейчас и жизнь, может, не совсем простая, они сюда с каким вниманием, с каким пониманием, с каким охотой ходили к нашим старикам, и как наши проживающие были рады и вас видеть, они все время, знаете, вот это ваше присутствие дает жизни на год и воспоминаний. Я знаю, некоторые потом после приходили и Дню Победы там поздравляли, и, ну, в общем, дружба продолжилась. И мне очень хотелось бы, чтобы вот этот лагерь мы только развивали, да, чтобы, я надеюсь, у нас в декабре еще мы планируем провести лагерь, что вы тоже к нам придете. И самое главное, да, нам нужна какая-то помощь, там где-то что-то подкрасить, типа подмазать где-то что-то, но это не главное. Главное, чтобы вы общались с нашими людьми. Ну, не будем так греха таить, порой не хватает общения нашим людям, которые здесь живут, именно вот такого позитивного. Да, здесь очень много больных людей в основное, которые вот, ну, что-то болит. И вдруг пришли вы, и вдруг вы пришли, зашли, все, у них совершенно другое настроение, у них совершенно... Я все время вспоминаю, как у нас был один проживающий, который он не ходил, лежал, и вдруг, когда здесь вы стали проводить дискотеки, и я увидела, что он сначала с ходунками пляшет, а потом уже даже ходунки бросил, а сейчас мы его вообще на второй этаж подняли. Это вот именно ваша заслуга, именно заслуга волонтерского движения. Я очень рада, что мы опять с вами встречаемся, я очень рада, что мы... Я надеюсь, что движение это продолжится, и что мы друг другу поможем. Вот знаете, я еще уверена, что и общение с нашими проживающими вам тоже помогло. Ведь наверняка, знаете, получать, как говорится, подарки хорошо, но дарить подарки еще приятнее. Вы дарите им подарки, вы им дарите самих себя, и они вам дарят себя, вы стали родными. Я знаю, как наши проживающие получают открытки и письма, которые им пишут тоже волонтеры из Москвы, и как они этому радуются, как будто им, я не знаю, миллион прислали. Они так рады, они поставят на тумбочку и любуются на эти открытки. Я хочу, чтобы вы были у нас всегда, в любое время, не только когда лагерь. Я хочу, чтобы вы дружили с нашими людьми. Я хочу, чтобы вот в этот раз мне очень хочется, чтобы у нас волонтеры, молодые, сейчас пока говорю о молодых, молодые поучаствовали в том, чтобы повозили наших людей, проживающих. Кого-то вот вы будете сейчас работать с нашими стариками, поговорите. Вот кто-то очень хочет попасть домой, кто-то очень хочет увидеть сына. Нашим мы обязательно дадим транспорт, а вы вот его возьмете и повезете. Возьмете и сводите на родину, которую, знаете, некоторые не могут просто и по состоянию здоровья, и некому их отвезти. А вот вы возьмете и отвезете. Мне это очень бы хотелось, чтобы сделали. Поэтому огромнейшее спасибо и очень рада. Огромнейшее спасибо серебряным волонтерам. Вы видите, с каким удовольствием они к вам сюда выходят. Они сами не совсем здоровы, но они хотят сделать, чтобы всем было хорошо. Правильно я говорю? Что вам приятно вот здесь, мне приятно вас всех видеть. Мне приятно, что вы вот перед нами такие забыли о своих невзгодах, забыли о своих болячках. Вот пришли, спели, и вы рады, и мы на вас радуемся. В общем, хочется открыть наш волонтерский лагерь. Хочется, чтобы этот лагерь был очень таким действенным, таким насыщенным. А он будет насыщенным еще даже почему. У нас 17 августа день города будет проводиться. И я надеюсь, я уверена, мы будем участвовать в выставке. Вы видели наши поделки. Будем участвовать на выставке в городе. И я хочу, чтобы вы волонтеры, вы молодые, наших проживающих, тоже повезли в город. Повезли, чтобы они, ну, кого возможно, чтобы они тоже это увидели. Порадуюсь. В общем, радовались жизни. Приветствую всех. Большое спасибо всем и молодым, и серебряным, и золотым, и всяким. И огромное спасибо всем гостям, что они нашли время, выбрали это время. Приехать к нам, посмотреть. А сегодня приятно очень видеть много молодых лиц здесь в зале, благотворителей. Это тоже очень важно. Волонтеров серебряного возраста тоже изменения серьезные. И, ребята, в продолжение, наверное, слов Марии Анатольевны, хочу сказать, что вообще у нас на генетическом уровне в российских гражданах заложено милосердие, доброта, соучастие, сочувствие. И здорово, что вы являетесь продолжением вот этих человеческих качеств, несете их, развиваете их. И показываете даже, наверное, нам иногда, взрослым, как нужно относиться друг к другу. И это очень важно. Мне посчастливилось в свое время быть и волонтером, и работать с волонтерами, и даже представлять наших волонтеров на международных площадках. И надо сказать, что, во-первых, для тех, кому мы помогаем, очень важно наше внимание. Я знаю, насколько пожилому человеку важно поддержать его за руку, услышать его историю жизни, услышать его проблемы, поддержать, вывезти, погулять. Тех людей, которые редко выезжают, к сожалению, на улицу. И знаю, насколько важно это для нас, для волонтеров эта работа, потому что, на самом деле, это основа. Основа развития проектов. Основа, знаете, даже, наверное, начала чего-то нового. Потому что, однажды, сделав доброе человеку, нельзя сделать зло другому. И это, волонтерство, это новый опыт, да, который мы нигде не приобретем больше. Это новые компетенции, которые пригодятся нам в дальнейшем, в нашей дальнейшей профессиональной жизни. Но вообще, эта гражданская активность, важно ее принести на протяжении всей жизни. И я очень горжусь теми нашими серебряными волонтерами, которые делятся своим опытом, своими знаниями. Потому что этот опыт настолько накоплен годами, которые нужно передавать. И вот эта связь поколений, которую сейчас Мария Анатольевна здесь инициировала, я думаю, что это такая важная ниточка, которую нужно превратить в канат. И я хочу поблагодарить наших волонтеров среднего возраста, наших благотворителей. Почему? Потому что это большой подвиг. В таком режиме, в рабочем графике найти время, найти силу, прийти в дом-интернат и помочь. Спасибо вам большое. Песня «Печаль», дальняя даль, лица людей простые. Песня «Печаль» ПЕСНЯ 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 Хочу в первую очередь выразить огромную благодарность руководителю нашего дома за эти вот наши теплые, добрые встречи. Я надеюсь, и впредь так оно и будет. Да, Мария Анатольевна? Обязательно. Ведь она не упускает ни одного случая, чтобы нам с вами встретиться. Да, да. И это хорошо. Сегодня очень много добрых слов прозвучало в адрес молодых, энергичных, прекрасных ребят, сидящих здесь и там, за те добрые дела, которые они делают и хотят еще сделать. Ведь кто-то из великих сказал, что самые страшные в жизни – это не болезни, это одиночество. На свете можно по-разному жить. Можно в беде, можно в радости. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. А можно так на рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженной солнце достать и подарить его людям. Вот, наверное, эти вот ребята, молодые и хорошие, и будут для вас тем лучиком добра, тепла и света в нашем прекрасном доме. Спасибо вам всем, ребята, огромное. Спасибо за ту нелегкую работу, которую вам еще предстоит сделать. У вас уже есть какой-то план намеченный, да? Есть. Уже есть. А песни какие будете петь? Самые добрые. Самые добрые, самые хорошие, теплые, да? Это хорошо. Я рад. Ну, давайте мы споем по нашей старой доброй привычке. Мы с вами всегда песни поем, да? Ребята, ну, сможете? Когда простым и нежным взором ласкаешь ты, меня, мой друг, необычайным цветным узором, земля и небо вспыхивают вдруг. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь. В том наша нежность и наша дружба, сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье, чья, придет нам снова, вернешься ты, да? Вот тогда, когда дадим друг другу словом, что будем вместе, вместе навсегда. Ну, вот, прекрасные здесь артисты. Воспитали их, видите, какие хорошие? Постоянно они у нас здесь выступают. Очень приятно видеть столько молодых лиц, которые совсем неравнодушны. И очень приятно видеть людей, которые веселые, подпевают и поют, и очень участвуют в самодеятельности. Мы с своей стороны сделаем все, что в наших силах, да, чтобы эти встречи были чаще. Скажу откровенно, что я на самом деле, в общем-то, не знал существования данного, в общем-то, интерната. И могу сказать огромное спасибо сыну Марии Анатольевны, Дмитрию, который, в общем-то, в этой информации поделился. Вот, когда мы приехали, познакомились, вот, наверное, только вот как-то вот осознаешь, наверное, вот эти вот моменты, что действительно, как говорится, сколько вокруг людей, которые, в общем-то, нуждаются действительно в чьей-то помощи. Вообще, вообще, все люди в той или иной степени, я считаю, ощущают недостачу любви, нежности, тепла. А люди вот старшего возраста, наверное, это ощущают в два-три раза больше, чем, наверное, все остальные. И, делясь любовью, да, нежностью, теплом, ты, наверное, сам в какой-то степени компенсируешь тот вакуум, который не достает тебе. То есть волонтерство и благотворительность, помощь – это то, что необходимо нам всем. Ребята, ну, а вам на самом деле большое спасибо. Вы просто молодцы, когда делаете эти шаги. Молодцы, действительно, как говорится, гордость берет за нас, за всех. И так вот анализируешь и думаешь, что в последнее время как-то вот и по радио, и по телевизору больше говорят о благотворительности и помощи, там, детям. Понятные дети, что дети – это наше будущее, а это, как бы, получается наше прошлое. Но забывая о прошлом, не будет будущего, как говорится. ПЕСНЯ 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 Мы не первый год уже посещаем и дарим радость. Вот я, сидя здесь, всегда смотрю и читаю вот эту вывеску. Действительно, кто любит людей, кто дарит добро, тот живет долго. Я надеюсь, что мы друг другу эту радость обязательно подарим. И вам приятно будет, и нашим ребятам тоже. Главное, чтобы в классе не подходила та борода, которую вы несете в люди с возрастом, передали это следующему поколению, которое идет за вами и развивается. Поэтому, девчонки и пацаны, вам удачи в вашем нелегком, но приятном на самом деле мероприятии, которое вы проводите. Удачи вам всем. Эти мероприятия, которые здесь проводятся в нашем доме-интернате, я еще раз говорю, в нашем доме-интернате, это касается не только нас, членов общественного совета, это вот теперь я чувствую касается и нашего биокомбината. И надо прямо сказать, что наш биокомбинат, это он всегда помогал, не то, что он сегодня, вчера и позавчера, а уже несколько, ему скажут, ну, 10 лет это точно, точно. Он всегда помогает нашему дом-интернату во всем, в чем он нуждается. А вот сегодня присутствует, значит, учредитель, директор, очень приятно, что вот те слова, которые он сказал, ну, это вот у нас по Михаилу, я вам скажу, редко-редко можно услышать, редко, а может и вообще не услышать. Хотя он, вот, очень серьезно о том, что он сказал. И очень благодарен в этом, что действительно есть такие люди, есть такие организации, которые не на словах, а на деле помогают нашему житью, нашим старикам, дедам и всем, вообще вот, всему дом-интернату. Ну, а наш вот дом-интернат, который обслуживает его, работники нашего дома-интерната, вы вспомните, это ведь, вот у них 100 человек, примерно 200 человек, да, у каждого свой характер, у каждого. Вот тут, вот, бери любого, от артистов, молодые волонтеры, старые волонтеры, и надо к каждому подойти, это не корову подойти там, а не то она вам прыгнет, что им такое сделает, надо к каждому. И вот, много гостей к нам приезжало, вот с Марьиной Торни, когда приходим там, мы с ней уходим, вот что, мы так вот становимся, они идут, вот вы с ними разговариваете, с жителями нашими дом-инвалидами. Они выходят, слушай, никто жалобу не сказал, не рад, что-то такое там, кто-то грубое слово какое-то, что-то чего. Потому что вот так воспитан сейчас вот народ нашего дома-интерната, что действительно, людям надо иметь очень большое уважение и очень большую заботу о них. Участвуют наши дорогие и любимые волонтеры. Мне очень хочется сказать им много добрых слов, пожелать им все самое хорошее. Это движение всем нужно, оно очень полезно для тех людей, кто живет в нашем интернате. Всех благ, здоровья вам и всем присутствующим. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я вижу что-то новое, вижу, что состояние интерната, территория улучшается, люди становятся веселее и добрее. Самое главное, самое главное, это улыбки наших людей, это улыбки наших проживающих, это улыбки наших сотрудников. Чтобы проживающие чувствовали себя здесь как дома, а сотрудники шли на работу с радостью. Волонтерство, оно добавляет в это что-то такое, вот как говорили, вот все мы родом из детства. Вот мы были пионерами, вот мы были тимурцами, вы сейчас волонтеры, ну по-другому добровольцы. Это очень здорово, когда все вместе, это очень здорово, когда есть связь поколений. Большое спасибо всем, большое спасибо Марии Анатольевны, всего доброго, новых успехов и удачи. Первый раз на такое мероприятие, я работаю директором Скопинского дома-интерната недавно, и большое вам спасибо, что пригласили меня. У нас тоже состоится такой лагерь, на следующей неделе, 19-го у нас открытие, всех вас тоже приглашаю, кто хотите приезжать, наши двери открыты. Вам, ребята, всего хорошего, хочу пожелать удачи, ну и всем здоровья и удачи, спасибо вам большое. Традиционно программа открытия была насыщена номерами художественной самодеятельности, как самих проживающих, так и волонтеров. Гости еще долго не расходились после последних аккордов этого праздника. Душевная обстановка Михайловского дома-интерната для престарелых и инвалидов позволяет почувствовать себя в нем, как дома. Оттого-то проживающие в нем старики и инвалиды называют его не иначе, как наш дом. Я отношусь к этому очень положительно, это очень способствует, как сказать, дружбе молодежи совсем, молодых людей и слабомобильных, и нас вот таких, которые еще не слишком старые, но все-таки нуждаемся вот в такой поддержке молодежи. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой.